нам с вами осталось рассмотреть только настройки в социальной сети одноклассники примитивно к личному аккаунту а для этого вам нужно залогиниться в свой аккаунт перейти на основную страницу и здесь сбоку нажать изменить настройки давайте рассмотрим какие здесь в общем то есть настройки в данной сети да первый пункт это личные данные а здесь собственно вы можете изменить свое имя фамилия дата рождения место проживания да и так далее то есть все довольно просто номер телефона ваш которому как раз таки привязан ваш аккаунт здесь также вы можете его сменить вот то о чем я вам говорил в самом первом уроке но при этом вам придется подтвердить работоспособность своего а телефона повторно да то есть вам придется переактивировать аккаунт вам снова придет при смене мобильного телефона придет сообщение смс на ваш номер с тем чтобы вы ввели полученный код на странице в одноклассниках соответствующий да запрос у вас появится следующий пункт это логин логин вашей вот ваш логин в сети можно изменить для этого вам потребуется опять же ввести номер телефона получить код и значит ввести его здесь на странице пароль в принципе стандартные опции смены пароля необходимо ввести текущий пароль новый пароль и повторить его до нажать нажимаете сохранить и пароль будет применен вам потребуется зайти в ваш аккаунт снова контрольный вопрос и ответ эта опция необходимо просто для восстановления вашего пароля если вы его вдруг забудете вам необходимо здесь ввести собственно ваш пароль какой-то вопрос и какой-то ответ на него и в случае если вы забудете пароль что произойдет на система выдаст вам контрольный вопрос который вы сами ввели и вам необходимо будет написать на него ответ в точности в точности вплоть до каждого символа как вы введете его вот здесь поэтому лучше если ответ на контрольный вопрос будет какой-то односложный лучше одним словом каким-то да значит чтобы вам было его просто запомнить и в нужный момент чтобы вы могли восстановить свой пароль адрес электронной почты который привязан к вашему аккаунту также можно изменить здесь да просто нажимаете сменить и все настройки уведомлений социальная сеть посылает различные уведомления точнее может посылать да если у вас аккаунт создан и привязан к электронной почте у меня он привязан к мобильному телефону то вы можете здесь отметить какие уведомления посылать на электронную почту допустим предложение дружбы да новые комментарии а значит приглашение в какие-то программы там игры приложения сообщения днях рождения у ваших друзей и так далее и так далее вот вы можете отметить здесь что при наступлении этих событий вам шло уведомление на email в принципе моя группа здесь больше закрытая для личного использования да поэтому я пользуюсь ей достаточно редко не группа вернее аккаунт да поэтому уведомлений ко мне хотя они отмечены все они приходят довольно редко поэтому они меня не раздражают и я оставил здесь их отмеченные все в случае если вы будете очень активно использовать вашу социальную сеть а то уведомление к вам будут приходить очень часто и вам необходимо будет какие то дополнительные ста уведомления снять чтобы они к вам не шли я вам рекомендую оставить только новые сообщения приглашение в группу уведомления принятия в группе а приглашение стать модератором сообщения в форуме и комментарии фотографии да вот а в принципе этого будет достаточно кроме того некоторые уведомления вы можете настроить чтобы они приходили к вам также на мобильный телефон но это эту опцию использовать я вам не рекомендую чтобы ваш телефон не спалился до лишними сообщениями пункт закрыть профиль именно здесь вы можете удалить себя данной социальной сети если вам по каким то причинам не понравилось ее использование и вы хотите удалить свой аккаунт и свои группы отсюда то это можно сделать именно здесь просто выбираете закрыть профиль нажимаете соответственно закрытие аккаунт будет удален окончательно вот принципе и все да вы видите что настроек в данной социальной сети не так много и они все достаточно простые если вы хотите изменить какие то данные анкетные о себе я вам напомню как это сделать переходите в прочее и выбираете о себе а здесь вам необходимо заполнить ну какие то данные собственно о вас как о личности да блок о жизни здесь вам просто предлагают в свободной форме рассказать о себе соответственно если вы использовать будете данную сеть с деловой точки зрения вам необходимо рассказать о вашем роде деятельности о вашем бизнесе да то есть написать сюда вашу самопрезентацию так скажем так вернемся назад следующий блок о учебе то же самое аналогичное да ну и все другие блоки принципе равноправно то есть здесь нет такого четкого понятия как анкета скажем на том же фейсбуке подробная с вопросами да достаточно расширенная здесь вам предлагают заполнить ее в свободной форме что ж вот мы с вами и рассмотрели работу в социальной сети одноклассники рассмотрели как создать здесь личный аккаунт как создать группу наполнять ее контентом и как настраивать свой профиль используйте эту социальную сеть она достаточно популярной и она может вам принести как новых друзей так новых посетителей на ваш блог и читателей в вашу рассылку на этом у меня все с вами был михаил зуев до встречи